Среди модельеров мужчин, сумевших поднять общественный престиж профессией, особое место занимает Кристиан Диер. Он возвел высокую моду на высочайшую ступень совершенства. Во многом благодаря Диор модельеры сегодня называют свое ремесло искусством. Кристиан Диер родился 21 января 1905 года в протовом городе Гран-Вилья-Берегу-Ла-Манше. Когда ему было 6 лет, семья перебралась в Париж. По настоянию родителей Кристиан поступил в высшую школу политических наук. Но карьера дипломата его не прельщала, и учебу он забросил. После службы в армии Диер открыл картинную галерею, но разорился, долго не мог найти работу. И тут у него возникла неожиданная идея – я буду шить. Известный модельер Абер Пинги поручил ему создать несколько платьев для будущей коллекции и взял на должность штатного модельера в своей фирме на площади Елисейских полей. Во время войны Диер перешел в первоклассный дом модели Люсьены Лилоны и уже подумывал об организации собственного дела. Благо у него появился союзник – миллионер Марсель Буссок. 12 февраля 1947 года в особняке на ави Нью-Монтин прошел первый показ дома модели Кристиана Диора. Все 90 моделей вызвали восторг. Даже редактор журнала «Вокбеттина Балуэт» не скупилась на похвалы, никому не удавалось завоевать нас так легко и бесповоротно, как это сделал Кристиан Диер. Паломничество на авиане у Монте не прекращалось несколько месяцев. Сюда стремились из Лондона, Рима, Буэнос-Айриса, Монтивидио. Кристиан Диер говорил, «Мои первые платья назывались любовь, нежность, венчик, счастье. Женщины, с их безошибочным инстинктом, должно быть, поняли, я хотел сделать их не только красивее, но и счастливее. Моей наградой стало их признание». На показ второй коллекции Диора вились все американские закупщики до единого. И триумф повторился. Диер превратился в чародея, стал идолом моды. Женщины боготворили его. Фирмы Диора ходили как на Эйфелеву башню. Среди постоянных клиенток – Гертегиня Винцорска, Марго Фонтейн, принцесса Маргарет, Ава Гарднир, Лана Тернер. Частыми посетительницами салона были Марлен Дитрих и Лизаби Тейлор. Актриса Оливия Дельхивилин заказала у Диора в общей сложности 200 платьев. За год через фирм проходило 25 тысяч человек. Диор не собирался пересекать Атлантику, но директор доллазской сети магазинов Нейман Маркус пригласил его в Техас на вручение премии «Оскар» за достижения в области моды. Когда Диор прибыл в Нью-Йорк, газеты писали о нем не меньше, чем о Винстоне Черчилле. В Доллайсе его встречали 3000 человек. К концу путешествия крупные магазины во всех городах Америки сделали его гвоздем сезона. Диор охвачен жаждой успеха, он открывает филиалы по всему миру. Под маркой «Кристиан Диор» выпускаются духи, шляпы, перчатки, сумки, ювелирные изделия, галстуки, чулки, меха и даже вина и ликеры. Фирма Диора – само совершенство. На этом сходятся все профессионалы. Никогда ни один модельер не имел такой популярности. Впервые посещая какую-нибудь страну, Диор называл одно из коллекционных платьев в ее честь. Объем продаж дома моделей Диора неуклонно возрастал. Все это восхищало парижскую публику. Однажды Кристиан скажет, поистине воздух Парижа – это воздух моды. Неожиданно на показе осеннезенной коллекции 1955 года, вместо семилетнего Диоровского стиля неуклук, появился новый, похожий на стручок фасоли, флэт-лук плоский облик. В Соединенных Штатах поднялась буря возмущения. Мэрилен Монро заявила, что это оскорбление. Смелый ход не принес ошеломляющего результата. Диор отнесся к неудаче философски, лучше три колонки разгромной рецензии на первой полосе, чем две строчки комплиментов на четвертой. За 10 лет такой безумной жизни Диор постарел на все 20. Он надрывался, исполняя одновременные обязанности менеджера и художника, совершая утомительные поездки, выступая перед публикой, заботясь о расширении империи. Прославленный Кутюрия умер 24 октября 1957 года от сердечного приступа. В Париже проститься с ним пришли принцессы крови, властительницы Парижа и остального мира, титулованные знать, владельцы наследственных замков, коронованные особы, иддолы власти денег, чья слава усилиями Диора засияла еще ярче. Необычайно внушительными казались венки, присланные из Голливуда. Траурный кортеж выехал на автостраду номер 7, ведущую на юг. Его путь лежал в колен, именно эту деревню рядом с Кольный Ордиор избрал местом своего успокоения. Под соснами Калианского кладбища был похоронен его отец Марис Диор. Основанная Диором фирма до сих пор процветает. Мадам Куника Цуцуми, представитель могущественной группы Сибу, открывшая Диоровской марки доступ к Японию, сказала, Если звезды угаснут, последний исчезнет звезда Дер.